приветствую вас Анна ну смотрите вы делаете на самом деле достаточно серьезную ошибку когда обобщаете всех людей всех мужчин вот потому что нельзя говорить про всех мужчин вот это обобщение оно ведет к очень ограниченному восприятию реальности вот и соответственно к крайне искаженному его пониманию ее точнее ее пониманию вот а мужчин нет всех мужчин есть каждый конкретный мужчина который совершает каждое конкретное действие по отношению к каждой конкретной жене женщине и все вот это первое iques тут ошибка ошибка основ HIV обобщают vào обобщать нельзя потому что prescription это ведет к опрецланию определенных объективных моментов дальше email зрителей скажем с другой женщины которую вызывает мужик никогда не бывает просто так, дрыжка. Дрыжка это всегда, я подчеркиваю, всегда, вследствие определенных конфликтов в семье между мужем и женой. Понимаете? Вот. А, штак? Всегда. Всегда. Есть проблема. Проблема именно того, что иметь мужем и с женой наличит какой-то определенный конфликт, определенные трудности, определенная нервничтворенность, определенное противоречие. И дрыжка, то есть измена, является следствием ответственности обоих людей, обоих, ни одного только мужа. И, соответственно, ни одного только мужа накладывает соответственность за то, что произошло. Это несправедливо, это не соответствует действительности, не соответствует реальности. Я хотел бы, хотел бы, чтобы вы это как можно более четко понимали, что измена есть следствие проблем между мужем и женой. Это первое. Дальше. Это не обеспеченность. А, скажем так. Кризисное поведение. Сама по себе не дрыжка, если только человек... человек, не априори, бабник, например, является в некоторой степени травмой для того, кто ее доводит. Это не всегда кажется так. Но, тем не менее, это правда. Это правда. И, на мой взгляд, на мой взгляд, это нужно воспринимать именно так, что человек что-то недополучает в отношениях. Дальше. Не задумывается о том, что если все это скроется причинить боль их любимой женщины. Я думаю, что здесь не совсем корректная позиция. Вот. А здесь не совсем корректная позиция, потому что, понимаете, какая штука. А, любимая женщина, ну вот, как вы говорите, если женщина любимая, то ей никогда боль любящий мужчину не причинит. Если же мужчина боль все-таки причинил любящей женщине, своей любимой женщине, то она, что она для него не такая любимая уже. Знаете? В чем штука? В чем штука? В чем штука? Не такая любимая. Это снова, простите, но ошибка, что причиняет боль любимой женщине. Вам хочется быть любимой, возможно, но нет. Дальше. Я совершенно ясно чувствую wealth в, эм, ну, в тексте. Да. Я совершенно ясно чувствую обиду. Вот совершенно ясно чувствую обиду. И я думаю, что есть в некоторой степени ваша личная история здесь, которой нужно разбираться. На данный момент вы уходите, ну, к сожалению, в обобщение. Вы уходите в... обобщение. Вы уходите в... в попытку как-то вот всех под одну ребенку подгрызти. Это, на мой взгляд, абсолютно и целиком и полностью не выход и не решение проблемы. Как я уже сказал, это не обеспечен. Ладно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok